Здравствуйте, дорогие кулинары! Сегодня приготовим очень вкусный рыбный суп со сметаной. Сразу займемся рыбой. Я сегодня взял минтай. Рыба достаточно недорогая и удобная в разделке. У меня минтай уже потрошенный и без головы. Главное, уберите черную пленку. Затем обрежем плавники и хвост. Я обычно использую для этого ножницы, так удобнее. Рыбу разрежем на большие куски, чтобы она влезла в кастрюлю. Минтай еще раз промоем и зальем водой. Варим на среднем огне до готовности. Это примерно 25 минут. 350 грамм картофеля очистим и промоем. Нарежем на бруски. Увидев на картошке зеленые или зелено-буруи пятна, выбросьте его. Такой овощ не только не пригоден в пищу, но и очень вреден. В зеленых корнеплодах содержится много вещества под названием солонин. Оно токсично, не переваривается и крайне сложно выводится из организма. 200 грамм репчатого лука очистим и мелко нарежем. Готовую рыбу отбрасываем в сито. Заодно процедим бульон. В кастрюлю с рыбным бульоном добавим картофель и варим на среднем огне до готовности. Примерно 15-20 минут. Две средние моркови очистим. Морковь натрем на мелкой терке. Морковь рекомендуется беременным женщинам. Однако не стоит есть ее без меры. Так как в этом случае можно родить ребенка удивительно оранжево-желтого цвета. Абсолютно достаточно 100 грамм моркови в день. На среднем огне разогреем сковороду с растительным маслом. Добавим репчатый лук и морковь. Овощи обжариваем 8-10 минут. Периодически перемешиваем. Из остывшей рыбы удалим кости. Остудим обжаренные овощи до комнатной температуры. И добавим 150 грамм сметаны с жирностью 20%. Тщательно перемешаем. В суп добавим рыбу и овощи со сметаной. Посолим и поперчим по вашему вкусу. Можно добавить для аромата 2-3 лавровых листа. Рыбный суп нагреем до кипения и варим на среднем огне еще 2 минуты. Небольшой пучок укропа промоем и немного подсушим. Зелень мелко нарежем. Выключаем огонь и добавляем в рыбный суп укроп. Не скажу, что это быстро, но вот что вкусно и полезно, это факт. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...